Икра 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 Наши первые ставки, господа, мы ставим на красное полмиллиона. Два с половиной миллиона на черное. Один миллион на красное. Два миллиона на черное. Полтора миллиона на красное. Такая же сумма, по-моему, на черное поле. На красное поле два миллиона. Миллион на черное. Два с половиной миллиона на красное. Полмиллиона на черное. Самая большая ставка на красное поле. Три миллиона. Зеро. Зеро, господа. И ставки казино сделаны. Благодарю вас. Начинаем игру. Добрый вечер в интеллектуальном казино, где каждый может заработать деньги своим собственным умом. Сегодня последняя отборочная игра. Сегодня. Точнее, через час мы узнаем, кто выйдет в финал. Кандидатов осталось только двое. Команда господина Жаркова. Ее интеллектуальный уровень 16 миллионов 500 тысяч рублей. Но этот результат он уже не может изменить. Его игра позади. И команда господина Блинова, который покажет свой интеллект сегодня. Господин Блинов. Господин Жарков. Вы хотите что-нибудь сказать друг другу? Московское время 22 часа 32 минуты. И мы начинаем прямую трансляцию последней отборочной игры в элитарном клубе знатоков. Прошу за игровой стол команду Алексея Блинова. Спонсор команды известная фирма Дженсор. Дочь бессмертного Друзья Инна Друйс. Сам бессмертный игрок Александр Друйс. И бессмертный игрок Гёдор Динятин. Михаил Бас, Олег Гортляр и капитан команды бессмертный игрок Алексей Блинов. Поехали! 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 Последняя отборочная игра. Телегрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Господа из фирмы Дженсор. Вы в зале? Дженсор на Тверской. Я предлагаю пари, что ваша команда сегодня проиграет. И в финал выйдет команда соперников. Жаркова, вы принимаете пари? Покажите мне, господа, из фирмы Дженсор. Я хочу с ними поговорить. Принято пари или нет? Или вы раздумываете? Мы еще пока раздумываем. Хорошо, договоримся потом. В музыкальной паузе не выходите, пожалуйста, из зала. Играем. Полтора миллиона. Черный. Против знатоков играет Татьяна Дубенко. Господин Котляр. Вы, по-моему, инженер. Да. Инженер-механик. Да. Тогда лично для вас. Три шестеренки. Господа, однажды в журнале Министерства обороны США был напечатан символ взаимодействия и совместных усилий военных правительств и бизнесменов, состоящих из трех шестеренок. Над этим символом смеялась вся Америка. Давайте посмеемся и мы. Время. Сомкнуть. Все. Сомкнуть. И что будет? Это не вращается. Они не крутятся в таком случае. Они мешают друг другу. Три-четырот. И ты крутится одна. Не закрутится никак. Ну попробуй, крути, крути. Да, и не закрутится. Все. Смотри. Это вращается сюда. Да, да, да. А это затирается между ними. Три-чуглы. Все. Если бы их было четыре, скажем, они бы вращались. Да, на три не вращаются никогда. Все. Подвещает Михаил Бас. Да, срочный ответ. Михаил Бас, прошу вас. Значит, символ выглядело так, как я здесь разложил. Значит, три шестеренки, каждая касается двух других. В таком взаимодействии шестеренки двигаться не будут. Не работайте. То есть данное устройство не работоспособно. Господа, в американском журнале получился символ бесполезности совместных усилий военных, правительства и бизнесменов. В таком положении шестеренки не могут вращаться. Игра закончилась в этом раунде победой с датаком. Счет 1-0. Господин, если у вас 2 миллиона, уходит банк с датаком. Какой вопрос? Ну, у меня и пока. Если можно, в залу водички бы попросить. Будьте добры, пожалуйста. Водички команде... Алексея Плинона. 1-0. Прошу вас. Волчок. Внимание, собрались, не расслабляйтесь. Я хочу представить вам нашего генерального спонсора. Хотя, мне кажется, нет человека, который бы не знал банк Эффект Кредит. Вы можете делать ставки, но вы их не делаете. Мы немножко подождем. Полмиллиона, красные. Против знатоков играет Тецуаки Сайто, Япония. Господин Котляр, вы ведь инженер, правда? Внимание, вопрос. Господа, представьте себе большой правильный конус. Отнимите у него русское углубление или японское возвышение. И скажите, в какой фирме я работаю? Время. Яма, 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 яма. Что это может быть? Фудрияма. Яма минус... Конус минус яма. Конус минус яма, это... А, ну, там карты конусы сказали. Ну, фирма Ямаха японская. Ну, и что? Ну... Так, еще раз. Правильный конус. От конуса отнять яму. От конуса, вы сказали, а не кувануск. От конуса, большое правильное углубление. Конус. А что значит отнять яму? Вынув сверху яму, например, вулкан. А снизу яма? А не, ну, русское углубление, или, да, и вот... Ну, это яма, это понятно. Значит, давайте, что это... Это не может быть символ какой-то фирмы, такой типа Копачка получается. Или так, или вот так. Или наоборот, срезанный конус. А может, ДФО, ребята, это вот у них вот такая... Это корейская. Ну, скорее, нет, это японская фирма, я бы сказал. В вопросе была японская фирма? Нет, а по фирме я работаю. А по фирме я работаю. Нет, ну вот у них вот такой вот точно этот конус, но... Ну, а это должен быть символ, это должен символ фирмы, другого быть не может просто. Да, это должен быть символ, но вот... Либо так, либо так. Кто-нибудь... Ответ при новой его команды. Отвечает Александр Друзь. Ну, Саша, давай. Так, мы предположили, скорее всего, что неправильно, что этот товарищ... Татсуаки Сайто работает в фирме Даеву, с чем символом является этот вот конус с убранной ямой. Покажите, пожалуйста, этот конус с убранной ямой. Ну, вот мы думаем, что, скорее всего, либо вот так вот. Ну, конус, да, изображаю здесь вот ямой, якобы, ну, то... Либо вот так вот, я не помню просто символ. Понятно. Значит, товарищ Татсуаки работает в названной вами фирме. Внимание, правильный ответ. Дэл. Фирма Дэл, если прозвучит. Самый большой и правильный конус в Японии, действительно, по-моему, говорил Фёдор Двинятин, это Фуджи Яма. Отнимем слово Яма и получим название всемирно известной фирмы Фуджи. Фуджи Фотофильм. Счёт 1-1. Фуджи Уходят товарищу Татсуаки Сайто. А сейчас фирма Фуджи Фильм дарит вам свою продукцию. Берите, это лучше, чем Кодекс, и будете знать, что такое хорошая фирма. Счёт 1-1. Федерал. Пожалуйста, Волчок. Господин Жарков. Как вы начинали свой бой? Вы помните? 1-1. 1-1. То же самое, да? Такой же был счёт. И здесь 1-1. Значит, пока ноздряк в ноздрю идём. Смин Блинов. 1-1. Да. Да. К сожалению. Смотрим на игровой стол. Ставки будут? Пока нет. Полтора миллиона красные. Полтора красные. Собрались. Играет Анатолий Ломзин. Москва. Господин Котляр. Вы часто выпиваете? Нет. Нет? Ну, честно. Ну, честно. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мы находимся с вами в вооруженной палате московского Кремля. В старые добрые времена русские цари устраивали обильные застолья, торжественные застолья в крановитой палате для русской знати и иностранных послах. Туда вносились вот такие чудесные курильницы. В эти курильницы закладывались различные коренья, заливались ароматические вещества, спирты, смолы и поджигались. Теперь, внимание, вопрос. Как назывались такие торжественные застолья? Желаю удачи. Я вижу посрочный ответ, да? Прошу. Значит, если внимательно посмотреть на эту курильницу, легко увидеть, что она очень похожа на гору. Такие застолья назывались пир горой. Такие застолья назывались пир горой. Вы выигрываете второе дачу. У вас еще есть одна сэкономленная минута. Полтора миллиона в банках на садоков. И мне кажется, пора господин Блинов делать ставки. Счет 2-1 в следующий раунд. Полмиллиона на зеро. Полмиллиона? Почему-то все ставят на зеро. Это наш любимый сектор. Полмиллиона взяли на зеро. Господин Жарков, мне кажется, у вас в этом раунде было всего 2 миллиона, да? А здесь у нас 3 миллиона. Так что вас начинает обходить соперник. Кстати, вы, Жарков, рисковали больше, чем господин Блинов. Чаще ставили. Нет, ставка не сыграла, уходит в доход казино. Полмиллиона черный. Полмиллиона черный. Играет Валерий Дудкин, город Измаил, Одесская область. Господин Друзь теперь. Ваша жена жарит котлеты для вас. Вы даже не знаете, что такое котлеты. Нет, я знаю, что такое котлеты, она жарит. Она жарит. Внимание, вопрос. Американский репортер как-то спросил у Сальвадора Дали. Я знаю вашу любовь к изобразительному искусству. Так вот он спросил у Сальвадора Дали. Правда ли, что он изобразил свою жену с двумя котлетами на плечах? Правда, ответил Сальвадор Дали. Котлеты мне по вкусу равно как и жена. Почему же не изобразить их вместе? А котлеты были жареные или сырые? Спросил репортер. Итак, я жду от вас экстравагантный ответ по поводу жены и котлет. Когда я начинал рисовать их, они были сырые. Когда я закончил, они стали жареные. Типа того, что жена горячая. Ну да. Только нужно сформулировать, когда я их клал, они были сырые. А когда снял жареные или когда он начал рисовать... Катля, они были жареные или горячие? Какой вопрос? Жареные или сырые. Жареные или сырые. А может появление термина жареные факты? Наискидь, они были сырые, а на картине жареные. Ну, он вообще экстравагантный. То есть вот именно... Только если этот версий, то когда я начинал рисовать, когда кончил, или когда я положил, когда снял, что лучше? Когда начинал. Когда начинал с сырые, когда закончишь, жареные. А, Таш, можно... Именно потому, что я сказал. Да. Таш, может, пока я писал картину, она успела их пожарить? Нет, нет, нет. Они на ней поджарили. На момент конца. На момент конца. Ответишь тогда, да? Так, ну, соберись. Нормально? Отвечает Фёдор Двинятин. Итак, Фёдор Двинятин. То самое главное, Фёдор, понять логику Сальвадора Дали. Конечно, вопрос бредовый. Слушаю вас. Дали, я не ручаюсь за точность ответа, ответил примерно так. Когда я начинал писать картину, эти котлеты были сырые. Когда я заканчивал её писать, они были жареные. Жена-то при чём? Как Труй сказал, горячая, что ли? Горячая жена была. Ну, понятно. Внимание, правильный ответ. Логика Дали проста. Помните, котлеты мне по вкусу, жена тоже. Почему же не изобразить их вместе? Так и здесь Дали ответил. Котлеты были сырые, потому что жена-то у меня тоже сырая, а не жареная. На этом жареном вопросе вы проиграли очко. Счё становится 2-2. Полмиллиона. Плоидарим Валерию Дудкину. В городе Испанилию он живёт. Спокойно, там, Глеб Галя, давай знать. Счёт 2-2. Следующим право. Спокойно. Беденька, беденька. Принимаем ставки. Первая ставка погорела ваша. Задумался Александр Друзь. Да, этот Дали так нас всех немножко удивил. Задумал, да. Да, задумал. Миллион чёрный. Да. Играет Константин Константинов, город Лисичанск. Господин Блинов. Да. Вы любите поесть? Ну, а вы спрашиваете. Лично для вас японские новогодние блюда. Угощайтесь, угощайтесь. Вот лапша, лапша из гречевой муки. Соба называется. А это бобы. Бобы. Соевые бобы. Вот рисовые лепёсочки. Покажите, пожалуйста, Блинову. Покажите, может, он попробует. Моти, моти, моти. Рисовые лепёшечки, моти. А теперь, внимание, вопрос. Дёш, попробуй тут. Сейчас всё попробуем. Вопрос. Сын, бобы. Гречевое лапшо. Какое из этих трёх новогодних блюд для японцев символизирует здоровье, какое долголетие, а какое изобилие? Здоровье, долголетие и изобилие. Греча, море. Начнём. Рис, что, изобилие? Изобилие. Рис изобилие. Греча. Что про гречу известно? Долголетие, может быть, эти самые. Они долгие. Что из этого долга? Вот это, да. Так они долгие просто. Они долгие, так. Да. Так, а бобы здоровье выходят, да? Я бы наоборот. Бобы изобилия. Бобы изобилия? А этот самый... Здоровье, долголетие, долголетие. Да, бобов. Так, и ещё. Бобов там много, понимаешь? Ещё. Рис в них обовсегда, да? Бобы это более ценное. Рис. Значит, это долголетие, это изобилие, а то здоровье? Долголетие. Определились с долголетием. Все согласны? Лапша, одновременно. Чисто механически. А почему? А может, таки из гречи? А мне может... Так, лапша... Лапша долголетие похоже. Значит, рис и бобы. Ты всё-таки считаешь, что бобы изобилия, да? Да я считаю, что нет, не берём. Бобы изобилия, а вот из риса... Ну, есть. Из риса, да. Рис, долголетие, а бобы изобилия... Вы берёте дополнительную минуту или отвечаете? Отвечаешь, что ж? Нет. Отвечаем. Отвечаете. Прошу. Так, сейчас, секундочку, я тут сориентируюсь. Ваш ответ. Ориентация должна быть в минуте обсуждения. Значит, это... Итак, я присуждаю вам поражение. Тихо, 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 мы-то ещё не начали, я только приготовил. Пора начать. Начинаем. Значит, вот эта лапша изображает из себя долголетие. Почему? Ну, она длинная такая, как моя жизнь. И такая же серая. Дальше. Дальше. Рис... Здоровье. Он символизирует здоровье, как очень полезный и особенно для японцев продукт. Остались соевые и чёрные бобы. Да. А вот это специфическое блюдо изображает изобилие. Каков ваш ответ? Внимание, правильный ответ. Японская лапша, длиннющая. Дай бог, чтобы наша с вами жизнь была такая, но не такая серая. Лапша и долголетие. Это совершенно правильно. Более ценного для здоровья продукта, чем соевые бобы, трудно придумать. Бобы здоровья! А вкуснейшие лепёшки изобилие. Счёт становится 3-2. 3-2. Бойку команды, коллеги зрителей. Миллион рублей уходит в город Лисича. В Константинову. Ну, давай собрались на другую. Давай собрались дальше. Всё. Наслабили с проездом. Давай еще набирать. Господи Жирков, вы улыбаетесь. Я вместе с вами. Я голодный улыбка вы. Следующий раунд. Оказывается, у нас в клубе не только конь ржет в волчке. Кто-то еще пытался. Господа, давайте посмотрим в глаза этой команде. Замечательной команде. Может быть, мы расстанемся с ней сегодня. Поскольку, если она проиграет, напоминаю, в поражение знатоков влечет за собой их уход из клуба. То есть, вам не нравится с нами играть? Вы считаете, что если мне нравится, я должен нарушать правила? Нет, про это речи не было. Один миллион красный. Против знатоков играет Изабелла Гришкат, город Магадан. Внимание на экран. Господа, в декабре 1769 года княгиня Дашкова, будущий президент Российской Академии Наук, путешествуя по Европе, остановилась на одну ночь в Дарцике, в гостинице. Войдя в свой номер, княгиня с удивлением увидела на самом видном месте картину, изображавшую победу прусских войск над русскими. На картине поверженные русские воины повсюду на коленях умоляли победителей пруссаков о пощаде. У княгини не было достаточно денег, чтобы выкупить эту позорную картину и сжечь ее. Однако, у нее хватило ума, чтобы с толком провести эту ночь. Наутро, не выспавшаяся, но удовлетворенная княгиня, покинула Данцик. Внимание, вопрос. Что сделала княгиня ночью? Еще один досрочный ответ, я понимаю. Кто отвечает? Отвечает Инна Друсь. Пожалуйста, Инна. Княгиня достала краски и перекрасила монтиры так, чтобы русские войска оказались победителями, а прусские войска побежденными. А что она перекрасила? Извините, пожалуйста, пока еще вопрос не исчерпан. Что значит перекрасила картину так? Ну, она перерисовала мундиры. Мундиры перерисовала? Так, чтобы пораженные войска оказались в прусских мундирах, а победители не в русских мундирах. Я ничего не могу сделать, Инна. Еще становится три-три. Один миллион рублей идет в банк на таком. И еще одна минута сэкономила Инна Друсь. А у нас минута тоже стоит сэкономленная. Внимание, заканчиваются гонки за выход в финал. Осталось всего два претендента. Это команда Георгия Жаркова. Она заработала 16,5 миллионов рублей. Команда Алексея Блинова. Сейчас сумма у нее пока 3,5 миллиона. Кто выйдет в финал? Сегодня одна из этих двух команд получит шанс стать бессмертной и участвовать в играх бессмертных в ноябре-декабре 95-го года. Именно тогда будет названа лучшая команда за все 20 лет существования клуба. Лучшая команда отправится в кругосветное путешествие на лучшем в мире американском лайнере. Тогда же будет назван лучший игрок всех времен и народов. Он будет награжден большой бриллиантовой совой и большим призом. Вы видите сейчас лучший джип в мире. Победитель гонок в Дакаре. Джип Педжеро. От лучшего в Москве автосалона. Дженсер на Тверской. Лучший джип в мире. Лучшему знатоку что и когда. Автомобиль чистых кровей. Следующий раунд. Итак, счет 3-3. Игра принципиальная. Кто будет в финале? Жарков с его интеллектом в 16,5 миллионов. Или Блинов. Я имею в виду интеллект всей команды, естественно. Пока у вас 3,5, мне кажется. Счет 3-3. Игра до 6 очков. Зеро. Зеро. А вы ничего не поставили. Итак. Интеллектуальное казино против знатоков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну мне сегодня, как и всегда, дали только 5 миллионов, по-моему, да? Ни черта, не дают больше. Говорят, проиграюсь, пух и прах и разорю казино. О. У вас сколько? 3,5? Вабанг? Нет? Ну, давайте попробуем. Еще какие варианты есть? Да, можете. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Варианты есть, что мы будем играть в тет-а-тет. Ну не с вами, а с вашей дочкой. А мы не с расчинолетнием, а вдвоем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Идет? Идет. Поехали. Папа, папа. А вы в жизни-то как? Слушаетесь его? Обязательно. Ну и здесь слушаетесь. Молчите, вследите, что он говорит. А это вы, дядю Бульси. Итак, на кону у нас 5 миллионов. И мы играем втроем. Начинаем раунд зеро. Как вы думаете, господа? С помощью каких рассуждений, Инна, мы постигаем прекрасное? Человек постигает прекрасное. С помощью каких? Какого рода рассуждений? По мнению Эммануила Канта. Время! Любовь не может быть. Так. Человек постигает прекрасное. Учебных рассуждений. Там должно быть рассуждение. Любовь это чувство. Рассуждение, мысли просто. Рассуждение прекрасное. Значит, какие рассуждения еще? Давай быстренько, какие рассуждения. Может, он вообще не постигает его. С помощью каких рассуждений он постигает прекрасное? Вообще не постигает. Непостижимое. То есть, никакими рассуждениями он не может постигать прекрасное. Никакими. Вообще никакими. Значит, рассуждения не постигает. По школе. Да. Ну, давай, интересно. Еще чего-нибудь? Ну, понимаешь, это широкого рассуждения. Человек сидит и думает. Ну, и думает. Он может думать о чем угодно. Ну, и хорошо. Значит, никакими рассуждениями. Прекрасное, непостижимое. Да. Вон, примерно так. Отвечи. Еще раз повторяю вопрос. Тихо. С помощью каких размышлений, с помощью какого рода размышлений, Инна, человек постигает прекрасное? Ваш ответ. Я считаю, что человек, насколько прекрасно непостижимый, то с помощью никаких развлечений человек не может его постигать. То есть, с помощью никаких рассуждений. Вы считаете, что человек постигает прекрасное без рассуждений? Без никакими рассуждениями нельзя постичь прекрасное. А размышлениями можно постичь? Нет. Нет? Прекрасное непостижимо. Девочка, выигрываю. АПЛОДИСМЕНТЫ Банки у знатоков 8,5 миллионов. А сегодня им надо набрать 16,5 и больше. Счет 4, и мы начинаем восьмой раунд. 4-3. Раскрутки посильнее водички. Можно ли попросить еще водички? Прошу вас, водичку, друзю, вернее, его дочкой, друзю. Так, ставки есть? 2 миллиона красных. 2 миллиона на красные поставили, взяли. Перед восьмым раундом у Жаркова было 9 миллионов. И он тоже ставил так же, как и вы. У вас 8,5. Пока ровная игра. 3 миллиона. 3 миллиона. 3 миллиона. Самая большая ставка. Против знатоков играет их постоянный и грозный, неудобный соперник. Галина Астафьева, город Химки. Тишина. Покажите говорящих. Уважаемые знатоки. Послушайте два музыкальных фрагмента из искусства Фуги Баха. Фрагмент первый. Фрагмент второй. Внимание, вопрос. У моего помощника находится предмет, который можно было бы поместить между этими двумя музыкальными фрагментами. Назовите этот предмет Инна. Ключи могут быть... Интервал. Что такое предмет? Не может быть это что-то из дамское, потому что он ко мне обратился. Ключ не может быть одно в скрипичном, а другое в квасовом. Знаки, значки, переход. Переход из одного ритма в другой. Первый очень похож на минор, второй на мажор. Как-нибудь переход этот мог... Как это называют все эти музыкальные значки? Не знаю. Не знаю. Это должен быть... Ребят, это первый очень похож на второй. Четвертой нотой. Отличайте. Различие от кварца. Похоже на скрипичный крючок. Да-да, стучка. Знаки перехода как-нибудь нет? В четвертой ноте, может быть, это соль просто в кармане? Нет. Одной нотой все и нет. Не может быть, что-то написано на одной строчке, а на следующей строчке, когда переходят из одного фрагмента к другую, и стоит еще раз в крючке. Ребята, еще раз говорю, вот, может быть, если одной нотой фрагменты различаются... Ребята, если при переходе от первого к второму меняется ключ, у него может быть ключ. Может быть ключ меняется. Может, но я не знаю. По-моему, нет. Ответственно, доколтуюсь, отвечает Федор Двинятин. Минуты у нас еще есть. Нет? Но вы ее не берете. Отвечает Федор Двинятин. Я слышу эти слова. Прошу вас, Федор, что у моего помощника сейчас? У вашего помощника ключ. Ключ. Таков ваш ответ. Перед тем, как я отдам правильный ответ, можно ли повторить эти два коротких фрагмента? И сразу второй. Тринадцатая фуга Баха представляет собой две фуги. Это же, вы понимаете, вы без музыки рассуждали. А надо было слушать музыку. Потому что эта фуга представляет из себя две фуги. Причем вторая фуга, в чем вы могли убедиться сейчас, точно воспроизводит первую в зеркальном отражении. У моего помощника зеркало. Покажите, пожалуйста. Вот. И вы проигрываете очень важное очко. 4-4. Три миллиона уходит за линии Оставкивы. В очередной раз она побеждает лучшую команду элитарного клуба. Следующий раунд. Сейчас девятый раунд. На этом раунде Жарков закончил свою игру. Он сделал правильную ставку. Правда, счет у него был 5-3. 2,5 черные. 2,5 черные. Так вот, на этом раунде Жарков сделал все. И IQ, и закончил шестое очко. А у вас впереди еще игра. 2,5 черные взяли. Больше ставок нет? Можно еще ставку сделать. Ставка Знадоков сыграла. Цена подскочила вопроса в 10 раз. И вместо 2,5 миллионов этот раунд будет разыгрываться 25 миллионов. 25 миллионов. И мы благодарим за это нашего генерального спонсора. Банк Эффект Медит. Господа, по моим подсчетам, если команда Блинова выиграет этот раунд, она перекроет интеллект Жаркова и выйдет в финал. Может выйти в финал. Жарков, вы рано приуныли. Рано. Потому что играет Галина Абросимова. Поселок Черноголовка, Московская область. Господа, на ваших экранах сейчас будет так любимая вами живопись. Автопортрет Шагала. Внимание, вопрос. Найдите на этой картине необычное. Сложите его с обычным. И ответьте, в каком году написан этот автопортрет. Там Эфелева башня сзади. Эфелева башня необычная, видите, пскобычный. А это должен быть год. Эфелева башня в Всемирной выставке строилась. Не, ну, он гораздо позже. Ребята, что-нибудь типа сорокового года. На ней нету никакого этого защитного чего-то. Что слева от нее? Вот это вот пятно. Прожектора. Прожектора. Сорок пятый. Война. Какой это год? Сорок пятый. Сороковой сейчас. Если это салют. Сороковой, почему, Сашка? Сороковой война какая-то. Сороковой, да. Слушай, а у него на руке, посмотри, сколько пальцев-то. Да, не в этом дело. Да, все. Почему сороковой? Сороковой или сорок пятый? Ребята, на правой руке семь пальцев. На левой руке семь пальцев. Сорок седьмой год. Почему сорок седьмой? Нет, ребята, на одной руке пять пальцев, на другой семь. Пятьдесят седьмой. А, необычное с обычным. Может, семьдесят пятый? Нет, пятьдесят седьмой. Дожил. Дожил, да? Найдите необычное. Сравните с обычной. Семьдесят пятый. Необычное семь, а обычное пять. Пятьдесят седьмой. Пятьдесят седьмой. Мы сможем пятьдесят седьмой. Справа на левую. Найдите необычное. Пятьдесят седьмой. Вы берёте вторую минуту, все сигналы были. Необычное он назвал первым. Необычное сложится в два. Слева направо. Необрей был. Необычное с обычным, папа. Ты у Ивлея видел, как цифры пишутся? Посмотрите на бонарок, ребят, он 57 он. Ребят, он дожил до 75-го. Мишка, ну и что? Сколько ему лет было в 75-м, Миша? Он начал века в размерть несколько лет. Я думал, в 57-м. Он не может быть 57-м. Саша, необычное сложить с обычным. Ну и что? Ну в каком порядке? Ты думаешь, что это тебе так... Давайте гадать. Это 75-м или 57-м. Найдите картины. Вы молодой до 75-го, Олег. Отвечайте. Ну и что? Да какой вопрос был? Вопрос какой? В каком году? В каком году? Ну написано в отзыве. Зайдите. На партия вторичное. Да это просто, может быть, просто в 7-м. А может быть, 12-й, мужики? Нет, 12-й уж тогда. 12-й год. Сложите. Нет, он еще в Париже не был. Он не был в Париже. А когда он был в 58-м? Все. Когда был, почему? В 12-м году он был в Париже. Было, было, было. Отвечаем. Ответ с надоком. Молодой, 12-й год. Ответ с надоком. Отвечает Александр Друзьевич. Господин Пленов, подумайте. Кто отвечает? Отвечает Александр Друзьевич. Вот так. Беру на себя ответственность, что этот портрет написан в 12-м году. Как это в 12-м? Как вы к этому пришли, прошу вас? 5 плюс 7. У него на одной руке 5 пальцев, на другой 7. Сложили, получили 12-й год. Так получается, 57-й, как вы и говорите. 12-й год. Не надо меня покупать. Внимание, правильный ответ. На этом авторопортрете у Шагала. На левой руке 7 пальцев. Это необычно. На правой руке 5 пальцев. Это обычно. Версию 12-й год, по моим подсчетам, дал первым Олег Котляр. И эта версия правильно. Катерина на 1912 году. Счет становится 5-4. 5-4. Господа, сенсация. Сейчас у знатоков в банке 29 миллионов. 29 миллионов. Команда Блинова превзошла Осью Жаркова. Теперь, чтобы выйти в финал, им достаточно выиграть игру. Они могут только выиграть игру. Игра почти сделана. И мы начинаем 10-й раунд. Собрались. Все собрались. Каждый вопрос может решить судьбу финала. Каждый вопрос может решить судьбу финала. Супер Блиц. Три вопроса по 20 секунд обсуждения. Каждый. Но главный играет сейчас один знаток. И этот знаток, мне кажется, будет Александр Друзь. Авторитетный знаток. Отойдите от него, господин Молчанов. Если вы попытаетесь снова подойти, я засужу. А после раунда можно? После раунда можно. Особенно, если вы его победите. Вопрос первый. А если нет? Против Друзья играет Лариса Рогут. Из поселка Красное. Слободзельский район. Господин Друзь. Вы считаете себя богатым человеком, господин Друзь? Нет. Нет. А вот Эпикур сказал, если хочешь сделать человека богатым, нужно не прибавлять ему денег, а убавлять. Продолжите мысль Эпикура. Тишина. Господин Друзь, пришел момент. Я думал, убавлять ему желание. Внимание, правильный ответ. Эпикур сказал, если хочешь сделать человека богатым, нужно не прибавлять ему денег, а убавлять его желание. Вы выиграли первый вопрос Супер Блица. Продолжаем. Супер Блиц. Вопрос второй. Против господина Друзья играет Доброслав Дойчев. Город Селитра, Болгария. Господин Друзь. Вы часто врете? Никогда. Отто фон Бисмарк сказал, человек никогда не врет так много, как после охоты, во время войны и перед. Продолжите мысль политика. Покажите мне зал. Так. Господин Друзь, продолжите эту мысль. Рискнула сказать, что перед выборами. А теперь правильный ответ. Бисмарк сказал, человек никогда не врет так много, как после охоты, во время войны и перед выборами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Друзь, последний решающий вопрос. Я хочу передать привет Валентине Голубевой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Против господина Друзья сейчас играет Александр Бовин. Город Тверь. Конфуций сказал, Говорит с человеком, который разговора не достоин, значит только потерять слова. А не поговорит с человеком, который достоин разговора, значит потерять. Продолжите мысль Конфуция, господин Друзь. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ВНИМАНИЕ, ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ Конфуций сказал, Говорит с человеком, который разговора не достоин, значит потерять только слова. А не поговорит с человеком, который достоин разговора, значит потерять этого человека. И это очень важно. Счет становится 5-5. 5-5. Два миллиона уходит в город Тверь Александру Бовину. Счет 5-5. Ай-Кью этой команды 29 миллионов. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что 11-й вопрос решит судьбу финала, судьбу этой команды. 11-й раунд. Господа, уважаемая публика, если эта замечательная команда сейчас проиграет со счетом 6-5, ей придется расформироваться и уйти из клуба. За исключением, конечно, краснофиджачников, бессмертных наших. Но если она выиграет этот раунд, она будет в финале. Два миллиона. Два красных. Два красных. Играет Мария Устина, Московская область. Господа. Нет? Нет. Через одну минуту вслед за одним великим французом Андре Муроа вы должны увидеть в соборе Парижской Богоматери символ другого великого француза. Время. Гуква Аш. Буква Аш. Гюго. Интердам. Гюго. Гюго. Смотрите, вот. Отвечаем. 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 Отвечает Инна Друсь. Досрочный ответ. Команда рискует. Инна Друсь. Андре Муроа увидел в соборе Парижской Богоматери символ Виктора Гюго. Французский Виктор Гюго начинается с буквы Аш. Вот буква Аш. Покажите, покажите, как вы читаете этот вопрос. две вертикальные палочки и одна горизонтальная. Раз вертикальная, два вертикальная, горизонтальная. А теперь, внимание, правильный ответ. Андрей Муроа считал, что башня собора Парижской Богоматери напоминает латинскую букву Аш, с которой начинается фамилия Виктора Гюго по-французски, автора романа собора Парижской Богоматери. Счет становится 6-5. Герой этого, этой игры Инна Друсь. Счет становится 6-5. Пользуя знатоков. Игра сделана. Победа знатоков. Команда Алексея Блинова показала высочайший интеллект нашего клуба. 32 миллиона рублей. Она обошла команду Георгия Жаркова и выигрывает гонки за выход в финал. Поздравляем команду Алексея Блинова. Я перечисляю имена победителей. Инна Друсь. Покажите ее. Инна Друсь. Поздравляю вас. Бриллиант игры что, где, когда. Олег Котляр. Инженер Олег Котляр. Федор Двинякин. Михаил Барс. Александр Друсь. Отец Инны Друсь. И капитан команды Алексей Блинов. Всем спасибо. Игра окончена. Вы в финале. Спасибо вам. Игра КОНЕЦ Ну что ж, поздравляю вас. Где же моя Инна? А это подрастающая дочка, да? Это младшая. Младшая. Значит, котят выиграет старшая. Младшая. Будешь играть, что-то не играть? Надеюсь, что буду. Вы играете. Она старшая. Уважаемая публика, не пропустите следующую игру. В финале через неделю в это же время в субботу в интеллектуальном казино мы увидим игру Александра Друзья, Пёдра Двинятина и Алексея Блинова и его команды. А самое главное будет играть Инна Друсь. Я в сборе представляю маму. Правильно? Я не ошибся. Вы мама этой команды, да? Поздравляю вас. Звездная семья элитарного клуба. Суббота. 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 Суббота.